Добрый день дорогие друзья! Сегодня у нас следующая лекция монолог или монолог лекция И сегодня я в очередной раз продолжу тему трансформации среды обитания или трансформации окружающей среды через призму, через преломление ситуации на Украине Многие задают вопросы, что делать, как поступать в том или ином случае, размести на сайтах эту статью или другую статью Люди, у которых еще осталось человеческое или которые всегда оставались людьми Взывают, кричат, вопят с просьбой одной Остановить идиотизм, который раскручивается на Украине Но я скажу следующее, как мы можем это сделать? Конечно, хочется сказать, надо брать оружие в руки, защищать свободу, защищать Конституцию Но это будет неправильно по одной простой причине Что для того, чтобы разобраться, что происходит в стране Нужно посмотреть вглубь истории Но для этого нужно выехать с территории страны Потому что, когда вы находитесь в этом кипящем с событиями котле В этом мусорном бачке, который все время кто-то мешает большой угловатой железной палкой Разобраться во всем происходящем довольно сложно Все, что происходит в стране, из-за рубежа видно Оно видно более ясно, более прозрачно И мы можем изменить ситуацию в стране, если Каждый из нас, особенно я, обращаюсь к тем, кто находится далеко за страной Снимет розовые очки в отношении всяких мечтаний о вхождении в Европейский Союз А об этом у меня сейчас будет специальное, такое не послание, а замечание Вот, если каждый из нас, находящийся и за рубежом, расскажет Один человек, если расскажет десяти местным жителям о том, что реально на самом деле происходит Это уже будет большое событие, потому что Подобно распространению информации в сети Если каждый из нас скажет и обрисует ситуацию о том, что происходит Мы уже сделаем большое дело, потому что мир понемногу просыпается И мир прекрасно понимает, что если мы не остановим гражданскую войну в Украине Она закончится большой ядерной катастрофой мирового масштаба В которой мало кто выживет Если даже богатые выживут, где они найдут бесплатных или дешевых рабов Которые будут на них работать, создавать их богатства Или даже садить петрушку, укроп Или редисочку, или выращивать еще что-то Современные технологии при всем их совершенстве и совершенствовании Никогда не заменят человека Даже если эти технологии будут производить себе подобных копий Подобных роботов, которые будут создавать окружающую среду Любые механические создания, а не только лишь создания, которые создал человек Человек разумный, который является частью этого живого мира, который создал бог Так вот, каждый должен занять активную позицию Помогая обездоленным несчастным детям Или старикам, которые остались на Украине Помогать объяснять ситуацию, которая происходит И я лично обращаюсь к тем, кто еще остался на Украине и не принял решение Увозите детей с территории конфликта Уходите от зла, уходи от зла, сын мой, и будешь жить Так гласит Святое Писание То есть для того, чтобы не участвовать в конфликте Для того, чтобы сохранить будущее страны Украины Я призываю нормальных трезвомыслящих людей У которых по тем или иным обстоятельствам Они не могут занять ту или иную сторону конфликта Уйдя за рубеж, они уже этим примут в сторону добра Что еще интересное я хочу сказать Это особенно относится к тем, кто находится за рубежом Легальным или нелегальным путем А за рубежом находится, особенно в Европе, очень много наших нелегалов При всех тех заявлениях зарубежных правителей Включая правителей далекой заокеанской страны О том, что они хотят добра Украине Если бы они хотели добра Украине То в одностороннем бы порядке Легализировали всех находящихся в Европе Или в других странах Людей, особенно украинцев Которые по тем или иным причинам покинули пределы страны Если бы эти горе правители так хотели добра Украине и украинскому народу Они бы всех легализировали Какой бы эффект этим был бы достигнут Легализация всех находящихся за рубежом граждан Украины И предоставление им вида на жительство сроком С испытательным сроком на 5 лет Если люди в течение испытательного срока Не нарушают законы страны пребывания Предоставить этим людям возможность легализации Получения гражданства той или иной страны пребывания Какой эффект это даст или дало бы? Во-первых, все тех, которые находятся нелегалами Волей или неволей высылают деньги Оставшимся на Украине людям Тем самым А деньги, особенно иностранные Попадая на украинский рынок Через систему обменов Через систему обменных пунктов Опять попадают той злочинной владе Которая правит сатанинский бал На территории Украины Таким образом, волей или неволей Поддерживается ситуация хаоса Который может привести к войне в Европе И во всем мире Поэтому Если правители той или иной Особенно европейской страны Легализируют Находящихся нелегально Граждан Украины А ясное дело, что страну Более 25% покинувших людей Покинуло не по доброй воле Таким образом Легализируя украинцев Находящихся в Европе Или в других странах Это позволит Уплачивать налоги В местные бюджеты Что усилит экономики Стран пребывания Локального пребывания украинцев В свое время Под достижением 5-летнего срока Или ранее Эти украинцы могут вызвать Которые законопослушные Которые работают А я люблю наших людей При всех раскладах Которые есть При всей недружности Нашего народа Который находится под красным террором Последних почти 100 лет Наши люди хорошие Наши люди добрые И наши люди всегда Приходят на взаимопомощь Друг другу Несмотря на всю Нашу разнобщенность Когда становится Плохо Мы все помогаем Один другому Поэтому Если легализируют Вот это огромное количество людей А по скромным подсчетам За рубежом Находится на 2004 год Более 10 миллионов человек Не все они конечно Находятся в Европе Очень много Находятся на территории Российской Федерации Так вот Если эти люди Будут легализированы А все кто желает Добра И восстановлению Справедливости На Украине Обязаны понимать Что легализация Украинских беженцев Экономических Политических Неважно Приведет к стабилизации Даже локальных Локальной ситуации В каждой из стран Европы И других стран Это позволит Людям Вызвать С территории Украины Стариков Детей И тоже Их легализировать По сути дела Если Правительство Мира Которые говорят Что они хотят Добра Украине Которые Работают На то Чтобы прекратить Распространяющее Зло на Украине Они должны Понять Что легализировав Всех Нелегалов Которые находятся За рубежом Они помогут Сами себе За 5-10 миллионами Граждан Украины Находящихся В Европе За ними Выедут И если Они При условии Что они Законопослушные Не совершают Правонарушений Не участвуют В криминальных Схемах Это позволит Им Вызвать С Украины Еще Умножим Хотя бы Минимум На 3 Стариков Детей Это будущее Любой страны Таким образом Украину Покинут Наиболее Законопослушные И в человеческом Понимании Человечные Люди Это позволит Разделить Как говорят Бандиты Котлеты И мухи На Украине Останутся Одни мухи Которые В конце концов Перегрызут Друг друга Очистив Таким образом Пространство Для Улучшения Ситуации По другому У нас Не получится Поэтому У меня На руках Есть Послание К правителям Мира К общественным Организациям Помочь Ну как Можно Помочь Если На территории Украины Происходит Конфликт Между Двумя Тремя Или Пятью Мощнейшими Бандитскими Группировками Которые В своей Грызне За власть За ресурсы За финансовые Средства Используют Гражданское Цивильное Население Как Живой Щит Как С той Или с другой Страны Используют Для оболванивания Все имеющиеся В руках Этих Группировок Средства Коммуникации И оболванивания Поэтому Если Подойти Правильно К постановке Вопроса Надо Дать Возможность Уйти С территории Конфликта Гражданскому Населению Гражданское Население Всегда Является Той Фундаментальной Базой Любого Общества Потому что Те люди Которые Законопослушны Те люди Которые Работают Не пьют Не колятся Не участвуют В криминальных Схемах Они Создают Материальные И духовные Благо Любого Государства Раньше Во вторую Мировую Войну Перед проведением Больших Операций Противостоящих То есть Когда фашистская Германия Участвовал в нападении На Советский Союз Как правильно При поведении Больших Битв Или тех Тех или иных Событий С мест конфликта Уводилось Все гражданское Население То ли одной Стороной То ли другой Стороной Это была Такая практика То есть Пока Военные Выясняли Свои отношения Гражданское Население Уходило Потому что Если не существует Гражданского Населения Кто же будет Кормить Армии Кто будет Являться Налогоплательщиком Поэтому Я считаю Что Правители Стран Которые Хотят Добра Украине Должны Приложить Максимальное Усилие Для того Чтобы Легализировать Всех Находящихся За рубежом Украинцев И предоставить Им статус Предоставить Вид На временное Жительство С испытательным Сроком На 5 лет Может быть На 3 года Но говорим Сейчас о 5 годах Для того Чтобы Если Эти люди Не будут Нарушать Законы Если не будут Вовлечены В криминальные Схемы Отмывки денег Или там Криминальные Схемы Другого Плана Эти люди Имеют Право На получение Гражданства Той или иной Страны Пребывания С правом Вывоза Своих Родственников С территории Украины Если Это мое Сообщение Мне не нужно Мое сообщение Распространять Мне нужно Чтобы Каждый Из вас Находящихся За рубежом Особенно Своим Зарубежным Друзьям А за рубежом Информация распространяется Намного быстрее Чем на территории Окупированной Украины Или захваченной Бандитами Украины Если Каждый Будет Эту Доносить Идею До местного Населения До местных Кругов До местных Журналистов Это Поможет Сформировать Общественное Мнение И поможет Решить Украинский Вопрос Который На сегодняшний День Является Ключевым К вопросам Войны И мира И украинский Вопрос Является Ключевым Быть Человечеству Или не быть Потому что Международные Бандитские Группировки Решили На территории Украины Раскочегарить Очаг Международной Европейской Войны А как известно Что Деньги Не пахнут И как известно Не важно Где Зарабатываются Какие-то Деньги Как В Соединенных Штатах Так в Великобритании Как и в других Высокоразвитых Странах Основа Каждого Общества Составляют Законопослушные И нормальные Граждане Граждане Которые Своим Трудом Создают Материальное Благо Или Нематериальное Той или иной Страны Если В какой-то Стране Во власть Забирается Группа Откровенных Бандитов Это Естественно Создает Вопросы И проблемы Но В западном мире Любое Правительство Избирается Избирателями И оно Вынуждено Слушать Своих Избирателей И если Это Правительство Поступает Тем или иным Образом Неправильно Оно Как правило Уходит Таким Образом Происходит Естественное Изменение Каких-то Исторических Событий Но Украинские События Они особые Они сейчас Ключевые Это ключ К вопросу Быть или не Быть войне Поэтому Моя точка Зрения И мое сообщение Мой такой Монолог Заключается В том Что если Каждый из нас Выскажется В слух Поделится Пусть Своими языком Соображениями О том Что решить Украинский вопрос И помочь Украине Это нужно Через Легализацию Тотальную Всеобщую Легализацию Всех Находящихся За рубежом Украинских Граждан Таким образом Создав Массовый Шум Или Массовый Посыл К тому Чтобы нас Услышали Мы можем Воссоздать Будущую Картину Мы можем Подтолкнуть К решению Нашего Вопроса В моем Отношении Все нормально Но Сотни Миллионы Сограждан Украины Находятся За рубежом В не очень Хорошем Состоянии Я считаю Что таким путем Мы можем Начать Трансформировать Пространство Довольно В таких Масштабных Глобальных Действиях Когда на Украине Останутся Группировки Бандитов Которые будут Самоуничтожать Друг друга Уменьшать Силы Своего Влияния Вот тогда Если граждане Украины Покинувшие страну Нормальные люди Которые работают Создают Материальное благо Захотят В будущем Вернуться Значит Хорошо Если нет В опустевшую Страну Которая Проходит Сейчас Очередной Этап Руины Могут Войти Полицейские Миротворческие Силы Которые Оставшихся В живых Бандитах Посадят Причитающиеся Им Места Вот Вот такое Я хотел Сделать Маленькое Обращение Сегодня Вполне Возможно Что я Зачитаю Обращение Одного Очень известного Юриста Из Украины Вполне Возможно Если Сочту Нужным Вот Потому что К сожалению Мой канал Не смотрит Так много Очень людей В основном Канал Показывал Ситуацию Как проживают Как Мое отношение К иммиграции Как проживаем Иммигранты За рубежом Вполне Возможно Что Хотелось бы Освещать Это Более Активно Более В деталях Но Суть Сегодняшнего Фильма Это Начать Говорить Повсеместно Особенно В Европе В Соединенных Штатах Где наших Нелегалов Огромное Количество С С просьбой И требованием Легализировать Беззаговорочно Всех Находящихся За рубежом Украинских Граждан Кто Находится Нелегально Это Позволит Вытянуть Еще К легально Находящимся За рубежом Гражданам Членам Их Семей Легальным Путем Способствовать Выезду Грубо Скажу Рабочей Силы Которая Создает Материальное Богатство И это Позволит Усилий Уменьшить Противостояние На территории Украины И украинская Власть Будет Более Бандитская Власть Не власть Бандитская Власть Будет Более Сговорчивая В решении Тех Или иных Вопросов Вот Пожалуй Это Главное То Что Сегодня Хотел Сказать Все С вами Был Константин Перевуда Канал Компере Подписывайтесь На канал Распространяйте Информацию Своими Словами Я считаю Что Это Будет Правильно Ссылку На мой Канал Не Обязательно Давать